Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болткома. Что, ну, все-таки ситуация хотя бы незначительно улучшается, ну, по крайней мере, в Риге нам говорят, что вот темп вакцинации растет, ну, вот при этом все показывают на регион Латгалии, на Далгипус и говорят, что там еще до какого-то улучшения очень далеко. Вот как по вашей работе? Вы фактически каждый день находитесь, я бы сказал, в красной зоне. Вот ваши ощущения? На данный момент как бы ничего не меняется, и, к сожалению, след к конца тоннеля мы не видим. Соответственно, мы готовы к тому, что мы будем в таком же темпе работать, скорее всего, всю зиму. Даже так. Да, вот тогда такой вопрос хотел вам задать. Все-таки, ну, вот как вы ощущаете, ведь мы фактически уже третью неделю сейчас вот переходим на третью неделю локдауна. И вроде бы нам говорили, что вот это вот Майседа, вот это домоседство, ограничение контактов, закрытие больших магазинов и так далее, но все-таки должно уменьшить вот заражение, а значит постепенно уменьшится и поток тех, кто госпитализируется. Да, вот вы чувствуете вот эффект от локдауна или можно исходить из того, чтобы не было локдауна, если бы было бы еще хуже? Я, правда, не знаю, куда еще хуже, но вот как вам кажется? Я думаю, что если бы не было локдауна, было бы еще хуже, да. Этот локдаун ведем, чтобы больницы хоть как-то справлялись с тем наплывом, который есть на данный момент. Без локдауна тогда я даже не знаю, куда мы положили своих пациентов, потому что уже на данный момент к нашей больнице подключились больница Прейли и больница Искрослава. Да, то есть, соответственно, мы стабилизируем тут пациентов, снимаем острую ситуацию и, соответственно, пересылаем пациентов уже в другие больницы, чтобы была быстрее эта ротация, чтобы мы могли как бы больше пациентов принять, да, то есть в этих острых ситуациях, чтобы не было так, что эти пациенты, к сожалению, что мы сейчас видим, приезжают очень тяжелые, да, то есть с очень низкой сатурацией. Ну, то есть фактически мы уже говорим о том, что сейчас заставляют пациентов, у которых уже очень большой процент поражения легких, да, 50, 60, 70 и так далее, да? Ну, в принципе, да. Вот у вас, может быть, есть, как у жителей цедалга, просто все-таки какое-то объяснение, почему так оказалось, что Латгалия, ну, вот позади и темпа вакцинации, и уже казалось бы, ну, по крайней мере, так вот кажется со стороны, что уже и так призывали, и пытались агитировать, и пытались к пряникам, и даже врачи, и вы в том числе рассказывали о том, что, вы знаете, ну, отделения полны, но это же не шутка, это действительно очень опасный, тяжелый вирус, люди тяжело болеют, становятся инвалидами, умирают, ну, вот, казалось бы, это должно было как-то стимулировать людей, чтобы они просто хотя бы испугались за свою жизнь. Почему этого не происходит? Почему многие это даже, не знаю, не пугает? К сожалению, что мы видим сейчас, когда я процентов своих уже спрашиваю, ну, что, почему, я говорю, мы целый год вам объясняли, что можно себя защитить, что болезнь, ну, в принципе, ужасная, что это, как бы, рулетка со своей жизнью, да, может быть, вы легко переболеете, если будет только насморк, но никто не может сказать, что вот вы переболеете только насморком, а вы окажетесь в интенсивной терапии. Но, как мне только, что вот она в ходе сказала, она говорит, ну, пока жареный петух не клюнет, да, то, соответственно, уже и никак не реагируешь. И, конечно, очень многие, как бы, больше полагались на свой, как бы, такой опыт. Вот если вот у меня вокруг никто ничего, там легко все переболели, значит, и у меня так же самое будет, да, то есть получается такое недоверие, не знаю, к политике, к медицине, да, то есть получается, что смотрели вокруг, если никто там не болел, тогда вот как бы и не будет этого вируса, да. Но что мы видим, что этот Дельта-вариант, он намного агрессивней, он намного больше заражает людей вокруг себя, и, конечно, вы уже видите, что умирают молодые люди, да, то есть уже меньше 30 лет, насколько я уже помню, которые массу Майды и Йос высказывались, это 4 уже, 4 молодых человека, ну, это как бы, ну, для меня это ужасно, я надеюсь, что у нас одного просто такого не будет, да, но, к сожалению, да, вот молодые люди с хорошим иммунитетом, как все надеются, да, все-таки тоже попадают в интенсивную терапию, и, к сожалению, их невозможно спасти. Да, вот тоже интересно, один из таких стереотипов, иногда необъяснимых, когда сам человек оценивает свой иммунитет и говорит, у меня крепкий иммунитет, но мы же понимаем, что этот вирус настолько специфический, что иногда чересчур крепкий иммунитет может даже сыграть злую шутку с человеком, потому что вот эта реакция организма, если простым языком говорить, да, вот то, что мы называем стокиновым штормом, иногда и съедает человека, это совсем есть по-простому. Вот это правильно, да, то есть получается, вот мои тоже пациенты, он говорит, у меня такой хороший иммунитет, я говорю, вот, да, я говорю, вот этот иммунитет, ваши легкие, ну, грубо говоря, я говорю, сейчас жирает. Да, потому что мы пытаемся с стероидом это сделать, остановить вот эту вот цитокиновую атаку, да, антикоагулянты, это потому что микротромба, да, появляется, ну, дексаметазоном, золомедролом, да, мы пытаемся остановить вот эту цитокиновую атаку, которая случается, ну, это же ваш иммунитет, да, это же ваш иммунитет реагирует на этот вирус. Да, вот мы понимаем, что, к сожалению, по крайней мере, пока, сейчас, правда, есть экспериментальные лекарства появляются, да, сейчас их испытывают, чтобы остановить размножение вируса, понятно, что пока они пойдут в производство, пока дойдут до нас, пройдет время, и все-таки понятно, что мы сейчас не будем обсуждать весь протокол лечения, но можно ли сказать, что все-таки вы за это время, за эти, ну, по крайней мере, последние полгода, 7-8 месяцев набрали определенный опыт, и есть определенный алгоритм, ну, лечения, насколько это возможно, вы, в принципе, уже чуть-чуть обозначили, стероидные препараты, антикоагулянты, потому что тромбозы – это одно из самых грозных осложнений вот этого вируса, то есть, в принципе, время, да, здесь играет ключевую роль, на сутки даже опоздал в больницу, условно говоря, иногда невозможно помочь. Да, к сожалению, мы это тоже видим, что даже пациенты жалуются, скоро приезжает, там сатурация хорошая, то есть ниже 94 на данный момент как бы саптируется пациент, и не берется, да, но день проходит, и сатурация сразу там становится 75, да, то есть этот вирус очень непредсказуемый, даже если бы человек попал в больницу, это, ну, это, к сожалению, да, не значит, что все тут тоже будет хорошо, потому что каждый организм, к сожалению, реагирует по-своему, и стандартная доза доксаметазона на антикоагулянтами, ну, скажем так, не для всех эта стандартная терапия играет такую большую роль, да, то есть, соответственно, кто-то среагирует, и, конечно, он идёт на поправку, и у нас вот этот вопрос, я думаю, что этот вопрос во всём мире остаётся, что же делать, когда пациент на терапию у тебя ухудшается, да, на вот этой стандартной терапии у тебя кто-то ухудшается, это такой момент, который остаётся самым актуальным, да, ты начинаешь больше, больше, больше давать кислороду, но ты понимаешь, что на этой терапии, когда пациент температурит, да, этот цитокинный шторм продолжается, и, соответственно, лёгкие поражаются ещё больше. То есть, фактически, и бывают ситуации, когда даже на стероиды не снижается температура, и процесс идёт дальше, если так можно сказать, да? Да, то есть, да, это самая актуальная и большая проблема, то есть, ну, я думаю, что во всех стационарах, как же остановить этот цитокиновый шторм, если на стандартной терапии он не реагирует, да, и во всём мире начинают испытывать и моноклональные антицитела, и искать ещё, ещё, ещё лекарства, потому что лёгкое, ну, как бы, получается, виды средней тяжести пациенты, окей, не реагируют на этот эксиметазон, на антикоагулянты, но на вот меня, как врача, интересуют, как же остановить этот процесс дальше, да, и, то есть, вот этот процесс дальше, и ещё вот всё до сих пор ищут какие-то медикаменты, которые могут помочь, да, это вот самый такой вот вопрос остаётся актуальным, что сделать с этим цитокиновым штормом, всё-таки, когда ты на антиксиметазоне не идёшь на стандартной дозе. Да, вот ещё такой вопрос, который не могу вам не задать, я понимаю, что это такой, он очень такой этически чувствительный, всегда есть какие-то, когда очень большой процент госпитализированных, всегда есть такой вопрос, который возникает к первичной медицине, к семейным врачам, вот была дискуссия у Домбраса на латвийском телевидении, и там тоже прозвучало, что, может быть, где-то семейные врачи недорабатывают, понятно, что они очень загружены, но зачастую идёт, скажем так, лечение по телефону, да, вот пейте жидкости, сбивайте температуру простамолом, а будет плохо, вызывайте скорую и в больницу, да, может быть, что-то можно делать ещё, вот, кроме того, что я перечислил жидкости и парацетамол на амбулаторном этапе, может быть, тогда человек не дойдёт до больницы? К сожалению, нет, да, то есть, получается, так, всё, что я могу сказать, что все, наверное, должны запастись пульсооксиметрами, да, чтобы мерить свою сатурацию, и, соответственно, изначально у нас идёт симптоматическая терапия, это значит, если есть температура, мы её сбиваем, если пьём много жидкости, чтобы выводить токсины, чтобы не было хуже, и делаем гимнастику дыхательную, проветриваем помещение, чтобы был свежий, ну, как бы свежий воздух и кислород, да, да, плюс к стандартам, рекомендуем пить Д-витамин или продолжать пить, потому что Д-витамин отвечает за нашу слизистую, ну, наверху, то есть, получается, дыхательных путей, то есть, Д-витамин у нас, Влад, и он должен быть, в принципе, круглый год, да, его нельзя отменять, мы не получаем столько Д-витамина, и, конечно, мы добавляем Д-витамин 1 грамм, да, то есть, и делаем вот эти все дыхательные упражнения, если есть кашель, и, к сожалению, ничего другого не можем сделать и мерить свою сатурацию. Если она постепенно падает, то понятно, что там появляется воспаление лёгких, что, как бы, любят наши люди делать, затопить антибиотиками, да, если у вас хорошая сатурация, то, по большому счёту, иногда бывает так, что просто антикоагулянты и L-Potion Swing, дыхательное упражнение, оно, как бы, и помогает без всяких стероидов вывести пациентов из этих воспалений лёгких. Ну, это надо быть очень уверенным врачом, то есть, получается, я так могу сделать, у нас была вот, когда вторая волна, когда заражались, к сожалению, пациенты в других отделениях, да, то есть, соответственно, приходили бестемпературно с воспалением лёгких, с хорошей сатурацией, с ними занимались только физиотерапевты, мы давали только антикоагулянты, и пациентов это воспаление лёгких тоже пропадало. И что ещё одно но, чтобы все не пошли покупать тоже дексаметазон, там есть тоже одно но. Если мы начинаем получать дексаметазон зарану, да, то есть, когда есть хорошая сатурация, да, то есть, например, на 34-й день, то мы позволяем это, мы тогда глушим свой иммунитет слишком рано, и мы позволяем распространяться вирусу намного быстрее, то есть, соответственно, мы тогда увеличиваем этот риск, чтобы присоединиться к воспалению лёгких. Так что с астероидом это тоже надо быть очень осторожными. То есть, в принципе, в амбулаторных условиях особой возможности, что называемое, маневрировать нету, да? В принципе, нет. Но наши семейные врачи, ну, я могу похвалиться, это семейные врачи, получается, что обычно, у кого есть вопросы, если мы созваниваемся, если, например, пациент тоже температурит очень долго, там, 10 дней, то кому-то мы назначаем дексаметазон или медрол, амбулаторно, то есть, и антикоагулянта, да, то есть, соответственно, и доктора семейные некоторые очень хорошо справляются и амбулаторно с дексаметазоном. Но это мы вместе консультируем, принимаем решение такое. Да. Вот сейчас, наверное, часто, по крайней мере, политики, и понятно, что и политики разных направлений критикуют правительство за то, что вот у вас было больше 4 месяцев, вы не подготовились. Вот что касается Даугапиуса, можно ли сказать, что все, что могли вы, ну, не вы, а вообще в городе было сделано? Или все-таки можно было за эти там 4 месяца передышки, как кто-то говорит, какой-то мобильный госпиталь сделать, все-таки, ну, мобилизовать, может быть, не то слово, но пригласить медиков, которые вот не работали в стационаре или давно не работали привлечь? Я думаю, что все думали, что не будет такая, так много пациентов, да, то есть, получается, на второй волне, да, было тяжело, но, в принципе, мы справлялись с ситуацией, не было так много тяжелых пациентов, это, получается, кислородозависимых, да, и если делать этот, как бы, такой госпиталь, то у нас очень важно, как бы, на данный момент это скабы, кислородная терапия, если нет кислородной терапии, ну, в принципе, от госпиталя нет никакого толка этого, да, потому что я говорю, что этот вирус очень коварный, сегодня сейчас операция 94, да, на следующий день даже в стационаре уже там 75, да, и, к сожалению, то, что мы видим, что, например, даже рентгенологические пациенты тоже улучшаются, то, к сожалению, как говорили вы, самое опасное, что, может быть, это трамбомболии, и такое тоже случается, что, вроде, пациент уже по воспалению легких уже улучшается, улучшается, но, в конце концов, массивная эпатетра, трамбомболия легких, к сожалению, пациент тоже умирает, и просто такой, ну, госпиталь без кислорода, ну, я считаю, что он не имеет смысла. – Да, ну, и, наверное, когда мы говорим о мобилизации, тоже меня иногда удивляет, я, к счастью, Минздрав отказался от этой странной идеи, всегда ведь нужно понимать, кого мобилизовывать, так как сказал хорошо один пластический хирург, это известный доктор Заржецкий, он сказал, слушайте, ну, я же пластический хирург, если меня сейчас мобилизуют работать в инфекционную отделение, я смогу только полы мыть, чтобы не мешать инфектологам, и, в принципе, наверное, он прав, ведь это ведь не какой-то там эксперимент для людьми, должны быть те специалисты, которые хорошо все это знают, и которые, соответственно, подготовлены. Наверное, странно надеяться, что человека, который сидит в поликлинике, ну, простите меня, вдруг его завтра мобилизуют, и он сможет быть полноценным, оказывать помощь пациентам. Тут чуть-чуть с вами не соглашусь, да, мы заканчивали 6 лет, и мы получали, как бы, общего врача, да, мы проходили всю терапию, хирургию и так далее. Да, я не могу быть хирургом, да, то есть это, это как бы, нет, но каждый мы можем быть терапевтом, при этом у нас есть стандартное лечение, да, стандартные ванглины есть, по которым мы лечим, и, ну, пациентов слишком много, да, то есть если вы хотите, чтобы только инфектологи и пульмонологи лечили, ну, такого вообще в нашей стране невозможно, у нас так много нет, и при этом, что у нас тоже сейчас лечат пациентов и кардиологи, да, и резиденты, и все приходят на помощь, потому что мы одни не можем справиться, да, потому что пациентов очень много, и, соответственно, да, доктор поучится и будет работать, как и мы, только что вот одно но, всё-таки хирурги, они должны оперировать, чтобы вот совоспракт из кассы именис не потерять, да, да, и это очень важно, да, то есть это для хирургов, это очень важно, терапевтов мы можем мобилизировать, но в поликлинике тоже люди должны продолжать сэмбулаторное лечение, да, то есть мы не можем сказать, вот мы берём эндокринологов, да, и давайте работать, но такого тоже не может быть, потому что там наблюдают и сахарных диабетов пациентов, тех, которые хронические заболевания, то, соответственно, мы не можем всё, все-все-все силы кинуть столько на одно лечение, да, амбулаторный пациент должен тоже получать, получать свою помощь, а хирурги должны продолжать, как бы, свои емени, чтобы не потерять это всё. Конечно. Вот, нет, я не о том, что хирурги не могут, да, но всё-таки какое-то определённое переобучение должно происходить, да, если, понятно, если они последние 20 лет оперировали и не слушали лёгкие, я совсем примитивно говорю, наверное, какая-то практика им будет нужна, чтобы, ну, вернуться, скажем так, к тем временам, когда они проходили вот это общее обучение, общую практику. Что касается такого вопроса, опять-таки, возвращаясь вот к вакцинации, нам часто звонят радиослушатели, происходит такая полемика, два лагеря, если так можно сказать, мы сейчас про антиваксеров не говорим, да, вот два лагеря, одни говорят о том, что всё нужно делать, ну, добровольно, принуждение не работает, а вторая часть говорит, что, к сожалению, так вот, ну, человек устроен, может быть, в Латвии в том числе, что иногда вот без этого кнута не обойтись, это, не знаю, как с правилами дорожного движения, можно, конечно, добровольно всех призывать соблюдать правила дорожного движения, но есть обязательно те, которые, не знаю, будут превышать скорость в два раза, там, в общем, и другие нарушения делать, и тогда уже какие-то санкции должны быть. Вот, вы как считаете, и как врач, и, может быть, как вот молодой политик, депутат, у Киперской думы, что делать, как найти баланс между, вот, не знаю, кнутом и пряником? Ну, это очень тяжело, к сожалению, да, то есть, получается, изначально пытались объяснять людям, что прививка, она нужна, что, как бы, не защищать, как бы, только себя, но и остальные, то есть, немножко включить свой эгоизм, да, и подумать не только о себе, но и о окружающих, то есть, соответственно, кого-то мы реально можем спасти своей прививкой, и, как уже мы вчера тоже говорили, у нас всех еще смешает, почему у нас бесплатные прививки, да, ну, как бы, только сейчас начало государство думать, экспериментировать и так далее, но если мы вернемся до ковидное время, когда мы ждали эпидемию гриппа, да, то, соответственно, у нас начала постепенно увеличиваться смертность от гриппа, да, от гриппа, получается, эту эпидемию, я говорю, год, да, у нас умирало около 80 людей в год, 80 по всей Латвии, да, и мы уже тогда думали, как привить риск группы, и сначала там, получается, ну, вы 65, плюс хронические заболевания, были грудные, это собеременные девочки, да, и, соответственно, там сначала было 50% скидка, потом это все сделали бесплатно, да, чтобы мы риск группу свою защитили, чтобы у нас даже вот этих 80 смертей в год не было, а тут у нас получается, что уже, не знаю, 80 у нас умирают за 2-3 дня по всей Латвии, да, и, соответственно, от того вас и прививают, да, то есть, получается, вот с этим вирусом, который сейчас мутируем, мы сталкиваемся в первый раз, да, и, соответственно, чтобы вы, столкнувшись с ним, переболели немножко легче, да, вас прививают, да, и думается это не только об одной, об одном как бы персоне, но о совокупности, да, о всех сразу. Вот понятно, что сейчас делать прогнозы очень сложно, но есть, не знаю, какое-то представление о том, когда этот ужас может закончиться, потому что кто-то говорит о том, что этот вирус рано или поздно станет таким же сезонным, как грипп, кто-то говорит, посмотрите, сколько заболевает, если мы про Латвию говорим, сколько заражается в сутки, плюс вакцинированные, плюс переболевшие, заболевшие, и вот этот ужас, возможно, к концу января, к началу февраля закончится. Не в смысле, что не будет заболевших, но вот этот, именно вот этот кошмар, который сейчас происходит вот в больнице, где почти военное положение. Конечно, мы надеемся, что это скоро уйдет, но получается так, что когда делалась вакцина, тогда у нас был альфа-вариант, и надо понимать, что сейчас этот вирус мутировал, и пришел дельта-вариант, где уже прививка не работает так хорошо, как это было у альфа-варианта, то есть с этим надо чуть-чуть считаться, но это больше дает шансов, чтобы вы переболеете, то есть легче, нежели тяжело. Да, конечно, будут пациенты, которые привиты, которые попадут тоже и в больницу. Об этом никто не говорит, ну, как бы не говорит, что не будет таких. Да, не будет. Но, как я и говорю, что если прививка как бы не помогала, то и у меня бы в отделении было 50 на 50, да, то есть, соответственно, сейчас привитых 50% населения, да, ну, допустим, как тут уже считаешь, у нас меньше народу, окей, 60, да, ну, то есть, соответственно, у меня должно быть тогда 60 на 40, привитых на непривитых, но так нету, да, то есть я уже по статистике, как врач, могу определиться, она работает или нет, и как бы сделать даже для себя с этинами, работает она или нет. И, конечно, мы надеемся, что эти мутации закончатся, может, они будут не такие сильные, да, и, конечно, когда у нас будет уже коллективный большой иммунитет, я думаю, что этот вирус, как грипп, будет сезонным, но я думаю, что еще год-два мы с ним еще поборемся. Да, вот хотелось бы быстрее, ну, вот что касается, действительно, вы здесь хорошо сказали по поводу вакцинации, мне кажется, иногда, что вот те, кто дают статистику, я не хочу их как в чем-то обвинять, да, все-таки за этими цифрами должны стоять, ну, условно говоря, не обязательно фамилии, но конкретные случаи, потому что мы же понимаем, что вы об этом тоже говорили, что каждый организм реагирует по-своему, и понятно, что если человек вакцинирован, но он в очень пожилом возрасте, у него много хронических заболеваний, в том числе тяжелых хронических заболеваний, то понятно, что и исход может быть разный, да, ведь надо всегда понимать, о каком человеке мы говорим, да, если хорошо он вакцинирован, но он очень пожилой, и у него, там, не знаю, сахарный диабет, гипертензия и сердечно-сосудистой патологии, ну, ясно, что всякое может случиться, не правда ли? Так и есть, и очень большой акцент, конечно, ставится на пациентов с лишним весом, да, их очень тяжело провентилировать, да, даже на неинвазивной вентиляции, эти большие животы, эти большие массы, да, очень тяжело, как грубо говоря, раздышать эти лёгкие, да, и это очень большой риск, фактор, конечно, что такие пациенты, у них больше риск, конечно, и тяжело переболеть, и тоже надо не забывать, что всё-таки на данный момент, когда этот вирус пошёл настолько быстро и агрессивно, уменьшить свои контакты, да, то, соответственно, лишний раз не встречаться, даже если там ты привитый, особенно если есть всякие, много побочных, ну, благослуни, без вот этих... Да, побочные болезни, да, этих, да, то есть, как вы говорили, сахарный диабет, и, в принципе, эти поздно пациентам, то есть в возрасте, ну, приходите к ним, поцелуйте их быстренько в маске, и лучше уходите, да, то есть, соответственно, мало ли вы принесёте легко этот вирус, а он всё равно переболеет тяжело, но на данный момент в этой острой ситуации я бы посоветовала тоже не ходить там лишний раз в гости, кому не надо. Да, это правда. Вот ещё, наверное, такой вопрос, который время от времени, я думаю, возникает у каждого медика в нашей стране, вот всё-таки можно ли сказать, что власть, ну, я имею в виду и правительство, ну, поймёт, что вообще медиков нужно, они должны получать достойную заработную плату, чтобы они оставались в профессии, чтобы они оставались в профессии в Латвии, потому что у нас такое ощущение, мы же помним, годами там медики просили какой-то прибавки, им обещали, не выполняли, но сейчас, конечно, идут прибавки тем, кто вот работает вот в этих ковидных отделениях, с ковидными больными, но нет такого риска, что всё закончится, скажут, ну, ладно, мы там вас профинансировали, возвращаемся вот к этому экономному варианту. Начнём с того, что надо увеличивать ещё места резидентуры, да, чтобы у нас было больше чуть-чуть врачей, даже, ну, чтобы они тоже возвращались в периферию, да, что получается так, что ты как один врач работаешь и в больнице, и в поликлинике, что не совсем очень правильно, но это в моём понятии, да, потому что ты устаёшь уже на работе в стационаре, и потом в поликлинике так хорошо уже голова, как в мозге, не думают, да, и, соответственно, сначала надо уже с студенческого, начать с студенческого и увеличить всё-таки места резидентуры, как бы государство, которое оплачивает не платный, а именно государственный, и тогда, конечно, постепенно поднимать деньги медикам, но я думаю, что актуально, конечно, не только медики, но и все другие остальные, да, а профессии, потому что мы видим, что на данный момент очень актуализируется платная медицина, да, то есть, соответственно, многие врачи из-за зарплаты, наверное, скорее всего, что видят, которые получают в государственных учреждениях, да, уходят в платную медицину, и, соответственно, за платную консультацию они получают намного больше денег, нежели консультируют по РНВД-клотам, но, к сожалению, так. Да. Вот что касается Далгопилса, вот чем вот город тут может помочь, и, я так понимаю, Далгопилская дума тоже какие-то решения принимала, и по социальной поддержке? Получается так, что, ну, сейчас у нас актуализация, актуализация, все-таки прививать наше старшее поколение, которое болеет тяжелее, да, и, соответственно, социальная служба помогает им их обзванивать, говорить, помогает семейным врачам, да, то есть это сделать и плюс помогает довести до вакцинации из пункта, да, пожилого человека, который не может это сделать. Если семейный врач тоже, как бы, запросит помощь у Думы, там тоже, как бы, можно взять помощи с машинами, и как можно до пациента добраться, ну, то, что государство сделало, это доплата пенсионерам, может, это тоже очень актуально, потому что, к сожалению, пенсии тоже очень маленькие, да, но коммунальные расходы очень быстро растут очень в цене, да, это, соответственно, плюс пенсионерам помогают малообеспеченным, которые маленькие пенсии одинокие с лекарствами, да, там оплачивают это все, ну, так, потихоньку, вот так вот, потому что на данный момент у нас актуализируется эта вакцинация, да, и плюсом еще думается, как, может быть, помочь пациентам выше 60, у которых, может быть, не все такие модные с гаджетами, да, и с интернет-банками, может быть, что на больнице будем распечатаны сразу QR-коды, которые переболели, да, чтобы они не ходили лишний раз по городу, да, не искали, то есть, не занимали место, там, те, которым надо QR-коды распечатывать, то есть, сразу, чтобы было все доступно на месте. Может быть, такой последний вопрос, вот, можно ли сказать, что на каком-то этапе удастся, не знаю, победить вот эту пропаганду или антипропаганду антиваксеров, потому что иногда создавалось такое ощущение, что они как-то действуют, как-то не печально признавать, более эффективно и сомневающихся, вот, в свой лагерь каким-то образом, вот, переманивать, несмотря на все усилия медиков, там, не знаю, государственных деятелей, политиков, как мы знаем, были всякие разные рекламные кампании, где известные люди, там, не знаю, официанты, тоже агитировали, не очень, мне кажется, это работало. Ну, да, знаете, как очень, ну, я, если со своего, это своей точки зрения, ну, как бы, если я бы слушала, что, как бы, какой-то музыкант мне говорит, надо прививаться, ну, как бы, для меня это сомнение, да, это не авторитет в этом плане, да. Ну, для меня, как бы, чуть-чуть, да, то есть, все-таки авторитетные, это те врачи, которые видят, которые работают, которые, хотя бы, пятницы, да, есть, которые читают все эти лансеты, да, то есть, которые нам, и потом рассказывают, что, как делать, как делается в мире, да, и, конечно, как бы, движение, то, которое против прививок, они более такие, как вам сказать, более активные, у нас получается так, что, ну, у нас вышел ролик, да, и, соответственно, и думают, что на фоне вот этого ролика все послушают и пойдут, но нету дальше вот этого диалога, да, что ты объясняешь, как бы, чуть-чуть индивидуальности этой, а те, которые просто прививок, они там собираются, дискутируют, каждый, наверное, какую-то свою теорию рассказывает, кто-то верит в это, ну, и, к сожалению, вот эти люди, они собираются вместе, рассказывают, друг друга убеждают, поддерживают, да, и, соответственно, вот так это и получается, что они более, более сплочённо, что ли, нежели мы, потому что у нас получается так, что мы каждый тут по отдельности пытаемся донести эту информацию, но потом вот этого, скорее всего, диалога нету, и в этом мы проиграли. Меня больше всего ещё удручает то, что когда люди с образованием, да, даже в том числе, к сожалению, это вообще мне тяжело понять, учителя, да, которые учат наших детей, начинают кричать, что их там чипируют и так далее, иногда даже вот такая грешная мысль приходит в голову, что, может быть, действительно им не нужно работать в школе, вот я понимаю, может быть, люди, которые совсем без образования, да, которые верят, что им сказали, не знаю, соседи, или что они в интернете прочитали, но когда люди с образованием вот становятся убеждёнными антиваксерами, вот это меня пугает, если честно. для меня это даже тоже непонятная ситуация, да, как я уже объясняю, медики вообще были те первые, как говорят, на нас экспериментировать, ну, тогда начнём с того, что медики были первые, на которые, ну, которые прививались, да, то есть, соответственно, если нас там привьют и привили, и мы там скоро, там, что там, считалось, что мы через два года умрём, ну, поздравляю вас, почти не будет ни одного медика. Да, действительно, да, есть разные виды. Ну, что ж, во-первых, пожелаю вам успеха, чтобы быстрее этот кошмар закончился, вы вернулись к нормальной жизни, и в этой Икшинске у нас было на прямой связи, врач, инфектовок, Далгиповская регионная больница, депутат Далгиповской думы, спасибо большое. Спасибо, до свидания. Слушайте радиоболтку.